господи иисусе христе сыне божий помилуй нас цифры смотрите главное 96 озвучиваем толкование нового завета по нашему трехтомику блаженного феофилакта с комментариями показать издание каждая книга и 752 страницы чтобы видно было вот как она выглядит три тома сейчас послание колоссянам идет и здесь же 240 иллюстрации можно немножко даже показать и положил длина отнимается но еще раскрасили это у меня было желание такое кое-кое-кое как раскрасили все сколько ходил по разным галереям искал кто поможет художники оказалось ведь такая есть интернет программа что можно раскрашивать здесь эти как она сразу все ожило вот так это можно даже приобрести но не всем потому что кончается все поехали второе послание к тимофею 2 3 итак переноси страдания как добрый воин иисуса христа толкование феофилакта видишь ли что терпеть страдания свойственно воину поэтому не терпеть страданий не достойно воина следовательно не должно скорбеть если кто страдает будучи поставлен в ряды воинов какая честь быть воином христовым когда не некоторые считают важным быть воинами земного царя 2 тимофея 2 4 никакой воин не связывает себя делами житейскими чтобы угодить начальнику военачальнику военачальнику толкование это сказано всем епископам и учителям сильное выражение связывает себя ибо житейские дела точно суть узы и змеи по делами же дает видеть все хлопоты сделки суеты и тяготы житейские главное без этих никак не проживешь эти дела которые делает он делает правильно узы и змеи кто не говорил так никто не говорил а какие это семья это работа ну и все все остальное что нужно но ему надо не на это главного уйти то вот теперь он там машет кадилом не знает где люди его слова эти внушают что вяжешь себя что плетаешься в эти обременения и дела хлопотливые об одном воинство не заботься и до этого не воинство не заботься и таким образом угодишь христу избравшему тебя свое воинство доказывать что то чтобы знать это воинствование это тактика и бывает так вот один советник даст советы разрушить замысла врага и штурм не состоится или окажется незначительным город не будет взят 2 тимофей 2 5 если же кто и подвизается не увенчивается если незаконно будет подвизаться толкование то есть недостаточно выйти на подвиг или намазаться или сойти с противником если человек не соблюдает законов борьбы касательно пищи питья воздержание и самого образа борьбы я уверовал христа все больше ничего не надо и этим обольщением не два не три человека а более полмиллиарда намертво стоят на своем ну что твоя твердость она хуже всякой жижи грязи ну и тебе сказали без церкви не спасение а что церковь девять двое мы можем не угодно молиться и непрерывно дробятся и дробятся может доказать не докажешь он заперся изнутри христос стучит к ним а потом уже взламывает двери это смерть и тогда в ужасе глаза раскрылись и ничего больше нету ну тебе говорили видит тихое веяние ветра было подсказано какой был моисей сколько бог открыл а в одном месте ошибался сидел дела решал пришел взять и афор тести афор посмотрел до вечера чё ты мучаешься ну ты избери людей это на по тысячам разбей их там поставь полковники здесь капитаны там ну они будут решать дела что-то курицу своровали а ты решаешь ты решай такие вещи которые предательство измена родине там против закона идет до этого не мог дойти сам почему бог так делает что были советники нет я стою на мертво твердо это означает беспокаяние а вы могли сказать кроме веры во христа нет конечно все время означает человек в развитии это захряс засох и движение никакого нету постоянно приходится подкорректировать что-то новое узнал где-то я думал это конечная станция окажется еще открывается 297 комментариев это не игрушка и до кого постигнули вы и когда начинают а то и сожили книги почему бог ибо не оставляется на произвол состязаться как кто хочет но есть и относительно этого законы состязательное вот так посмотри на мудрость павла он напоминает тимофею о войне чтобы показать что то должен быть готов на поражение и смерть и о борце чтобы укрепить его на все и чтобы он постоянно был в подвиге 2 тимофе 26 подвигах должен быть не просто жить как говорят шаляй валяй я воин такой ты не был в сражениях вот теперь я говорю что в случае таком то вот это вот а дальше ну кто думал что в москве уже все уже как полностью эвакуируется уже в бинокре рассматривали видели кремль немцы то но повернет назад никто не думал главная вина когда гайта разделили армию пустили на юг и снова было бросить на москву и взять а потом идти на юг главная роковая ошибка была противника бог сделал так а почему библии написано и они между собой рассорились пришли на войну израиль идет они между собой схватились израиль пришел уже готовое дело все побили друг друга нам-то это зачем а я твердый это означает беспокаянный нельзя так говорить а как бог даст я буду смотреть и следовать что мне говорили я заранее побеседовали где-то приходим оттуда у меня все записано раньше магнитофона не было надежда васильев записывала и мы дома теперь тщательно разбираем какое место писания сказал первым где наступление был где остановился где попятился так ли надо было какой стих первый это исследование следуйте себя верили вы зачем павел пишет верующим уже в вере ни о чем другом речи нету верили вы почему многие потерпели кораблекрушение в вере а кораблекрушение ты видел что это такое даже со стороны смотреть по интернету и то душа сжимается все ничего с собой не возьмешь золото есть один килограмм тебе на низ потянет тем более в делах веры надо быть обязательно старого то есть авторитета нет для меня авторитетов нет значит погиб а для меня есть авторитеты почему я сам посмотрел сравнил авторитет первое счет авторитет духа святого сказали а вот так было раньше не знал я приехал откровения не знал так я уже сколько два года был верующий сразу избираю александра ивановича устинова я от него не выхожу ни шагу и наконец открылась тайна откровения а тут уж отец геннадий начал исследовать вот как вперед 2 тимофей 26 трудящемуся земледельцу первому должно вкушать вкусить от плодов толкование приводит еще третий пример который особенно близок учителю ибо примеры воины и ротоборцы относятся и подчиненным земледелец не себе заботится но о земле и получает немалое воздаяние от плодородия таки учитель пастыр не напрасно трудится но сам первый вкушает плода от своих потов ибо бог преизобильно воздаст ему посему чтобы кто не стал скучать и довольство изъявлять что воздаяние отлагается на будущее апостол говорит вот самом труде ты получаешь уже воздаяние если не другое что то пользование душ есть великое уже для тебя приобретение некоторые разумеет здесь честь воздаваемую учителям но это не имеет основания и смотри апостол не сказал делателю но трудящемуся то есть не слегка работающему но до утомления вот есть фильм такой называется 6 просто зарядить 6 пришествие антихриста единицы останутся которые будут вылавливать и казнить и показывает как казнят их то есть народ ощущает апокалипсис есть фильм такой показывает там про иоанна богослова на острове и как он это пишет надо готовиться к этому и вот это противление истине это будет в народе массово распространяться и приняли кто-то на небе треть ангелов приняла то что говорил им один из самых посчитаемых херувимов осеняющий блистающий лицепер считает светоносный и одна треть поверила что свергнуть бога и утвердить свое бог неправ и эту ложь уже в район подсунул да как можно на этом сказать знаю что враг ходит как крыкающий лев его с неба сбросил господь горе живущим на земле да какое горе ассарский сын горе к вам сошел дьявол в великой ярости день и ночь ищет кого поглотить он ищет и стать его жертвой это означает но главным проявляться будет человека убийство и ложь в двух качествах и он будет награждать великими дарами дарами и я не в войнах будут успешно во лжи в обмане 2 тимофей 27 разумея что я говорю да даст тебе господь разумение во всем толкование так как апостол обо всем сказал в притче о воине о ротоборце азии земледельце то и говорит разумеет потому говорит я сказал так чтобы ум твой изострить потом молится о нем как о родном сыне не только в том о чем я сказал но и во всех словах и делах какое интересное слово изострить ум не просто читать а изострить тончайшие обороты притчи замещать по одному слову определить что это такое враг человек сделал это враг человек я долго думал об этом и посчитал святых отцов никто не объясняет почему и мне господь открыл я не могу выразить какая была благодарность богу я был один и сразу же я вышел на крыльцо и кому-то сказать никого больше нету почему враг и все же человек почему враг человек сделал это я читал притчи да насеял плевела когда люди спали спал грешил не видел а враг в это время тебе всевает и всевает и не выдал никто и когда человек встречается кто-то подсказывает а потому что когда выдергивает то и там больно этим даже хорошим корням поэтому оставьте расти оставьте господь расти даже от вам жатую свяжут и в огонь нам это надо пусть сегодня больно будет но опыта никакого нет и поэтому сатана будет блокировать и не дать двигаться разумею что я говорю да даст господь разумение во всем во всем не только в том как спасать обо всем разумение так 2 тимофе 28 помни господа иисуса христа от семени давидова воскресшего из мертвых по благовествованию моему а как помни господа как же он верующий епископ да я верующий помни господь всегда перед тобою помни и сразу дело ты так понимаешь а почему так понимаешь что ты теперь дальше ты исследуешь самого себя она это нет писать не люблю значит нет исследования исследование надо кругами показывать как фильме апостол его арестовали он на стене черта первый раз видел отца там тут дакатеса дакатеса то не отец совсем может быть он на стенке расчерчивает и наконец приходит круги стрелки соединяет везде надо думать и застрять ум свой а не так что мозги отбитые как булыжник толкование об этом говорит имея ввиду еретиков были в то время такие которые почитали стыдом страдать сыну божию и потому может быть придумали призрачность воплощение бог до того смирился ради нас что эти люди стыдятся приписывать богу такое смирение говорит об этом также и для того чтобы ободрить ученика показал ему что и сам учитель христос страданиями победил смерть помни об этом и не пойдешь под тяжестью скорбей были и иначе благовествующие но следует внимать не им а моему благовествованию 2 тимофей 2 9 за которой я страдаю даже до уз как злодей но для слова божия нет уз вот это я взял для названия и я когда посмотрел и такие книги уже были но все равно я бы взял толкование опять собственным примером утешает ученика говоря как о том что он страдает так и о том что он пользуется дурной славой чтобы не сказал кто-нибудь какая польза от того и что удивительного если ты связан покажи мне выгоду покажи мне что-нибудь удивительное апостол говорит для слова нет уз ибо но на слова божия слова божия то почему пропустил а тут нет у меня нету да как же так давай ибо но нечувственное дело чтобы можно было остановить его когда тело связано слово божественное дело слово божие когда мы тире божие когда мы связаны она свободно и простирается вперед и вот мы пишем и проповедуем хотя и связаны видишь ты чудо видишь ты и пользу 2 тимофей 2 10 посему я все терплю ради избранных дабы и они получили спасение во христе иисусе с вечной славы толкование вот и еще вещание не за себя говорит я терплю но для спасения других не для того чтобы мне самому прославиться но для других кто же они избранные божие и так если бог их избрал то нам должно терпеть все для них и они как и мы как для нас говорит бог пострадал чтобы спасти нас таки мы страдаем для них так что это воздаяние а не дар затем чтобы кто не сказал ему что ты говоришь сам ты в узах и вот-вот погибнешь а хвалишься быть виновником спасения для других не об этом говорит телесном спасении говорю я но о том что во христе иисусе истинном славном о вечном спасении души а телесное спасение не безусловно славно слушай что следует дальше не только для того чтобы спаслись но и больше чтобы они и прославились вместе с нами вечно посему хотя узы и постыдны но они доставляют и славу избранным людям и славу вечную если же другим то тем более мне обложенному ими итак не беспокойся обо мне 2 тимофея 2 11 верно слово если мы с ним умерли тот с ним и оживем толкование так как многие сомневаются относительно будущей жизни и славы говоря когда я жив бываю умираю а когда умру жить буду и тому подобное поэтому апостол подтверждая свое слово говорит верно слово какое слово то что избранные достигнут славного и вечного спасения подтверждая то же самое и с человеческими соображениями уже и выше апостол представил доказательство этого сказал помни господа иисуса воскресшего из мертвых он показал что христос воскрес после смерти каким же образом подтверждают если в скорбях мы участвуем со христом то в благах неужели нет и человек не сделал бы так не тем ли более бог источник правды и благости апостол говорит здесь и о смерти духовной и в крещении и от смерти телесной через страдания и мучения 2 тимофея 2 12 если терпим то с ним и царствовать будем если отречемся и он отречется от нас толкование недостаточно дать себя на какую-либо смерть однажды но навсегда я каждый день умирают первое коринфянам 1531 и так нужно много терпеть чтобы нам сподобиться и царствование со христом апостол подтверждает свое слово и от противоположного ибо воздаяние будет не за доброе только отношение к господу но и за противоположное тому кто отречется говорит он от меня отрекусь от того и я мотфей 10 33 подумай что должен будет перенести отрекшись от христа 2 тимофея 2 13 если мы неверны он прибывает верен ибо с себя отречься не может говорят бог всемогущий все может то читай бог отречься не может он не может отречься сказал слово и сделает а то бог все может не все и бог не может солгать не может бог не может измениться не может и поэтому грех просто так взять и простить бог никому не прощает возьмите за грех смерти люди вот это вообще не понимают как ну я же просил ну хоть сколько проси бог не может это вопреки его свойства так если сказать грубо конечно вопреки его сущности еще раз говорю плод протянула руку взяла в рот взяла там жавнула там поела его что ну что это такое 100 миллиардов миллиардов людей умерло уже ну взял в бог да и простил они же каялись там холодно было выгнал мы не знаем это но вот эти результаты говорят не прощает бог а кто-то должен это вину взять на себя вот это можно в африканских странах там интересно кто-то виновен конечно не к смертной казни то брат его приходит и говорит сидеть надо я за него могу у меня ребятишек нет его сажают теперь на каторжных работах работает а срок идет а тот дома пошел то есть если он не к смертной казни то разрешается правильно правильно но только-то тут уж да ведь мы говорят если что-то сделаешь опять тоже удвое будете сидеть и ну тут нету у нас подвижки нету в судах самая страшная яма то суды толкование если мы не верим что то он не терпит от этого никакого вреда он истинен он не изменен отрекаемся ли мы или не отрекаемся от него то есть не может не быть не такова его природа природа вот как нужно сказать чтобы ему обратиться в небытие он существует всегда хотя бы мы не исповедовали его поэтому польза или вред от того признаем ли мы его или отрекаемся от него в том и другом случае бывает не для него а для нас 2 тимофея 2 14 сие напоминай заклиная пред господом не вступать в словопрение что немало не служит к пользе а к расстройству слушающих толкование славопрение обречить обречи и кровь его на нем все и отойди больше разговоров на этой темы нету неверующий этого не знает он завтра послезавтра будет все к этой теме никогда не возвращайся а зачем а вот зачем славопрение они только них польза к расстройству слушающих люди они недовольны тема бывает заражаются где-то нигде и никак тут преграда толкование чтобы кто-нибудь не подумал что сам тимофей нуждался в таких-то наставлениях апостол говорит напоминай другим так как это дело имеет приятность и человеческая душа всегда склонна к состязанием и словопрению то ты говорит апостол за свидетельство им пред богом не вступать в словопрение то есть научи призывай во свидетели бога чтобы они знали что если будут пренебрегать тобой он осудит их словопрение не только не приносит никакой пользы и выгоды но напротив причиняет большой вред ибо стенобитными машинами словопрение не извращается вера слышащих как некий столб ну нет никакого столпа то ясное дело как что-то крепкое вот уже в детстве просто разум будет цепляться столб а я считал столб да мало что ты считал то ты к считам дай разумение златоуз говорит ты не показывай что написано даже златоуз говорит не показывай потому что ты совершенно не понимаешь так это трудно да трудно всей жизни не хватит исследовать то есть глубины проникнуть а все это бог открывает сразу человеку сразу адрета там по частям что-то добирает но главное сразу а значит они не каялись всей жизни не хватит на это не надо скрываться они говорят кому больше дано больше спросится поэтому не буду знать если меня не спросится ну лукавство то есть одержимость дьявольская да разве это можно говорить и тогда что будет да еще зарытый талант бог дал разум ты его не развил ты за это ответишь так 2 Тимофей 2.15 старайся представить себя богу достойным делателем неукоризненным верно преподающим слово истины толкование объясняет как он может сделаться искусным именно если он будет делателем неукоризненным то есть если не постыдиться делать все что относится к благочестию таким образом заслужишь одобрение от владыки если все перенесешь ради него все исполнишь везде с большим старанием апостол говорит о стыде потому что для большинства служили стыдом как крест Христов проповедь о нем будто бы невежественная так и сами апостолы как люди простые и все терпевшие и так говорит ты не стыдись многое или отнимает от него отнимает от него или прибавляет к нему а ты веди правым путем или поскольку апостол не сказал право направляющего то дал понять нечто иное как бы излишне на коже и ремне на рост и отсекай говорит от проповеди чуждой и истребляй мечом вот интересно или истолковал а потом или или такое толкование а я стою на одном я как-то беседовал тут с хорошо знакомым баптистом ну и стали беседовать а я уже знаю его ход мысли какой я говорю как а он задал вопросом нет не так я знаю у него только одна а сколько восемнадцать восемнадцать позиций а он не знает ну тогда я уже гляжу на его поведение он прямо охота сказать я говорю не говори я сейчас буду перечислять по порядку он не знает что восемнадцать восемнадцать значений слова и в разных местах писания они разное значение имеют и наконец-то я сказал вот только так все на этом все узость взгляда на истину ну узость сектанство секта что такое узость взгляда на истину истину ищет любое заблуждение установил дальше уже не может мозги не работают 2 Тимофея 2.16 о непотребного пустословия удаляйся ибо они еще более будут преуспевать в нечестии вот почему я говорю нигде не разговаривать почему не то потребное пустословие это удаляйся от этого а я в это верю ну и верь про себя не надо этого никак а он не понимает ну тогда апостол Павел включает уже другое правило шестой вселенский собор девятнадцатое правило а под это правило попал человек и все да анафема пол шага осталось толкование то есть убегай святой Иоанн Златоуст под пустословием везде дают разуметь новые сочтечения в учении и последующих ему некоторые же вместо удаляйся читают больше обращай внимание на то чтобы остановить и задержать их это не так баптисты самые близкие православным они только высшие у них столько здравого все нет только рукоположения и вдруг теперь на разных языках говорит пятидесятнические огромная община растрясала даже осколков не оставалось и теперь падают орут ползают пену пускают пятидесятники харизматы ты посмотри что они делают она и мошенник надевает он на четвереньках идет домой лает на людей это что это святой лай хохочет падает это святой смех а можно убедить нельзя он вошел уже и вот так вот поднимает ноги падает кривляется он рукой махнул бенихин и падает сразу человек 200 вот это сила у него а зачем падать то и так и называется падающие они давно упали уже и лежит дергается мужчины видно что там галстуками интервью берет а можно доказать бесполезно это одержимость и где на Украине и вот он майдан дальше вылез а дальше нанимает снайперов учили их стрелять никого попал а теперь в ответ эти будут все разгорелось революция началась ну тут простая картина то нет я пойду зачем ты тогда пошел выводили верующих автобусами привозили деньги дали отпустил там на это какой-то коломист два-три миллиарда этих кто у них там гривны кто называется ну выйдешь один раз вот кричи против трампа ну вышли на улицу кричат а что говорит каждому дали по сто долларов сегодня показывает а на счет поступили деньги и показывает сколько обычно набирали ну миллиона два а тут сразу десять миллиардов миллиардов поэтому толпа все получили да все и видят как деньги выдают но прокричал завтра завтра еще приходи еще кричи убрать его убрать ничего не сделать за этим стоит отдельно определенная личность лжет этот лжет этот и все почему вот видишь что тут польза он будет бунтовать а как только взяли их а их арестовывают машину ввозят на площади были которая там болотная была все ни одного больше нигде нету им внушили подсказали а как подсказали он почему-то в больницу часто стал ходить там разговаривать так не будут а надо было идти не надо надо было молиться сидеть дома ты заметил где в москве бунтуют мусульман ни одного нету а они уже сейчас ну я не знаю сколько ну по крайней мере пятая часть определенно москвичей это и ни одного нет мусульманина нигде но если вышли они все вышли русских нету нигде из-за страха а те не выходят из-за этого там руководящие есть не это главное мы взорвем а как атомная бомба у нас матка женщин матка где детенок кто это она говорит их руководитель и все как да никак в среднем у них рождается восемь целых одна десятая ребенка в семье а у русских одна целая восемь десятых нету исчезает страна почему бог дал все бескрайние просторы самые бедные живем мы ничего не видим все еще все против друга я ни разу не видел что мусульмане спорили по корану где-то нигде ни одного как один 2 Тимофей 2.17 и слово их как рак будет распространяться таковы имени и филит толкование неудержимо говорит это зло и не допускает врачества оно заражает все и люди неисправимы неудержимо вот я про это и сказал нигде если ересь какая-то появилась нигде почему зараза зачем заразу то за этим то стоит что слово как рак будет распространяться были да были но это же живые люди что то они говорили имени и филит то Павла послушают да нет конечно они никого не слушают они твердо стоят твердо и так в аду и оказались идет проповедник баптистки и говорит а вы на каком читаете языке я сказал на каких языках второе время я читал а как там слово вот это как рак неужели рак тогда был его заинтересовало я говорю написано язва а язва значит на это вообще-то похоже это первый век их Павел сумел убедить конечно нет они никак они твердо стоят то есть полностью сатана обуздал пропитал и не дает нигде покаяния нету вот эта твердость означает беспокаянность возврата нет это притом не на чем совершенно так его имение и филипп 2 Тимофея 2.18 которые отступили от истины говоря что воскресенье уже было и разрушают в некоторых веру это нельзя сказать если воскресенье было то никто не может этого сказать за этим уже разговоров нету воскресенье было уже вознеслись если говорят тысячелетнее царство будет когда то они рано или поздно даже сказать будет и разрушают некоторых веру так это тысячелетнее царство так опасно смертельно опасно так оно не главное оно не главное но вот в этом проявляется они рано или поздно скажут воскресенье уже было а было тогда я не попал все а сказать нельзя оно когда будет это означает конец мировой истории все уже никто никому ничего не скажет только за себя отвечать будет толкование хорошо сказал выше еще более будут преуспевать в нечестие говорить нельзя то есть они еще больше будут яриться говорить клясться я не сдвинусь с места ничего нельзя сделать но это смотри вот если я говорю это человека трогают он сразу убеждается а бывает так чтобы не принимал такие экземпляры бывают а чем заканчивать безверием полным или сумасшествием потому что чем больше ему говоришь тем ответственнее его теперь тебе же бог сказал а ты не верил да я не знал тебе говорено было все что кому в плен в плен кому под меч под меч господи я ткаюсь иди под меч я тебе назначил место все имя твое вычеркиваю оттуда Моисей было тоже как говорят воспламенился господи меня тогда вычеркни исход 32 глава 32 стих кого вычеркнуть я без тебя вычеркну иди а он что а тебе что до того ты иди Ян то это Петр тошел а он увидел Яна хочу чтобы он остался здесь прибыл доколе я приду пронеслось это слово между учениками что он не умрет а такое и есть такой Моленко выступает священником отошел был православный мощи залез ночью там в киево-печерских лаврах и когда все ушли он теперь два мешка или три мешка набил руки ноги святым резал почему готовиться надо антиминсы готовить антихрист придет а у нас мощи закладывать надо на утром пошли смотрят там покрывало не закрыто что ну его и взяли а я в это время как раз там и был близкий человек к Юрасову и потом Юрасов ему говорит Олег Маленко он еретик из еретиков и теперь видят все отдельно общество Иоанна Богослова что Иоанн Богослов воскреснет там написано он не сказал что воскреснет он уже не и люди верят верят и показывают как он крестит приходят люди а он никто православная одежда у него никто то есть мы куда не посмотрим это нам пример будь осторожен Бог вышвырнет и ничего больше нету дальше казалось бы в том только и заключается зло что говорят о воскресении однако отсюда происходят большие последствия ибо если воскресение уже было то уничтоженный суд и воздаяние и добрые насладились печальными скорбями а злые наказаны утопанием удовольствия какая же нужда держаться добродетели если таковы воздаяния не сказал всех людей но некоторых то и слабейших посему прибавляет и следующее второго тема все ага лотошек возьмемся все